МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 февраля 2013 года стало едва не последним днём, пусть в жизни не всего человечества, но части планеты. Точно, в 9.20, когда начинался обычный рабочий день, неизвестное космическое тело весом в 10 тысяч тонн приблизилось к нашей планете, и на высоте 35 километров произошёл гигантский взрыв, равный по мощности 10 хиросим. Вспышка была такой силы, что в российском городе Челябинске решили, началась ядерная война. А что ещё могли подумать жители, на глазах которых прямо из космоса огненный смерч, оставляя на утреннем небосводе раскалённые розчерки, устремился навстречу Земле? Что дальше? Как спасаться? Да и вообще, есть ли спасение от космического вторжения? Но эти вопросы теперь не только жители одного города, а всего человечества. Когда все мировые каналы вышли в эфир с экстренным сообщением о событиях в Челябинске, стало понятно. Предупреждение астрономов о том, что нашей планете может действительно угрожать опасность не пустой звук. Но как отделить напрасные страхи от научной реальности? Страшилки от реальных фактов? Астрономы, наблюдающие за звёздным небом, утверждают, вся Вселенная расчерчена смертельными трассами блуждающих космических странников. И каждый из них, не вписавшись в поворот рано или поздно, обязательно врежется в какую-нибудь планету. Она содрогнётся от удара и либо погибнет, либо на всю свою космическую жизнь получит уродливый шрам. На Марсе, на Луне, на Меркурии, то есть на планетах, которые либо лишены атмосферы, либо обладают очень малой атмосферой, как Марс, слабой атмосферой, вот эти самые следы падения видны довольно чётко, хорошо. Луна – это вообще журнал, можно сказать, космический журнал, на котором записаны следы падения тел за миллиарды лет. Научно доказанный факт. 65 миллионов лет назад астероид размером 20 километров в поперечнике рухнул в место, сегодня известное как Мексиканский залив. От удара образовался 200-километровый кратер Чексулук, самый большой на планете. При падении такого тела образовался огромный такой огненный фонтан, излучение от которого вызвало массовые пожары на расстояниях до 2-3 тысяч километров от точки удара. Сегодня учёные составили модель падения того камня из космоса. Это был настоящий Армагеддон. В одночасье планету охватил огонь. Горели все леса. Тучи пепла не пропускали солнечный свет, и Земля погрузилась в адский мрак. Было выброшено огромное количество в атмосферу, во-первых, раскалённых обломков. Они начали, значит, разлетаться по всей Земле, по сути, поскольку скорости огромные, то есть они по траекториям, как баллистические ракеты, буквально за 40 минут достигли даже противоположной стороны Земли. То есть вот эта раскалённая масса всех объектов выпала на разных районах Земли, и начался всемирный пожар. Доисторические рептилии сгорали живьём, тонули в наводнениях, попадали в пропасти. Выжить не смог никто. Ось Земли пошатнулась, и тогда навсегда изменился климат. С лица планеты исчезли динозавры и остальные доисторические животные. Погибли леса, пища для динозавров. То есть это было глобальное возмущение всей экосистемы. Заодно только 20-е столетие произошло несколько серьёзных столкновений астероидов и метеоритов с Землёй. 1908 год. Падение Тунгусского метеорита. В 1930 году крупное небесное тело упало в бассейне Амазонки. Были жертвы среди населения. В 1947 году метеорит упал на территорию Приморского края, в западных отрогах Сихоте-Алиня. По дороге к Земле метеорит рассыпался на сотни тысяч обломков и выпал огненным дождём. Если бы такое тело, как Тунгусский метеорит, упал на Москву, то Москвы не стало бы. Но это 50 метров. Соответственно, больше уже начинаются страны, а не города. Странное совпадение. Но ни один из этих камней не рухнул в центр мегаполиса или ядерный реактор. Что бесспорно привело бы к частичному уничтожению цивилизации. Действительно, тут будешь верить Богу, потому что действительно как-то спасает пока всё человечество. Смотрите, все крупные небесные тела, которые в последний век рухнули, это Тунгусский метеорит, Витимский метеорит и Сихоте-Алининский. Они все упали в такие места, как нарочно. Природа выбирала такое место, куда бы шарахнуть, делали людей поменьше живёт. Предупреждений за последние несколько лет об астероидной опасности мы слышим много. Может быть, даже слишком много. Что это? Желание некоторых учёных привлечь к себе внимание? Погоня за сенсациями? Просто наука сейчас сделала гигантский шаг вперёд. Орбитальные телескопы, сверхмощные вычислительные машины, межпланетные зонды каждый день дают такое количество информации об окружающей нас Вселенной, что человечеству и не снилось за всю историю своего существования. И эта информация порой никак не вмещается в наше привычное представление. Учёные предпочитают не распространять эту информацию, но теоретически крупный метеорит может столкнуться с нашей планетой в любой момент. Правда, рассчитать это время и предупредить человечество о грозящей катастрофе специалистам по силам, и такие расчёты есть. Оказалось, что математическая вероятность падения астероидов подчиняется очень простым законам. Тела размером километр падают примерно раз в миллион лет. Такие тела вызывают региональные катастрофы и могут уничтожить среднюю европейскую страну. Тела размером 100 метров падают примерно раз в 100 лет. По мощности эти тела сравнимы с самыми крупными ядерными бомбами, которые сейчас есть на Земле. Поэтому падение такого тела может привести к гибели целого мегаполиса. Выходит, что пока глобальная катастрофа нашей планете не грозит. Но это не значит, что землянам нечего опасаться. Вокруг Земли роятся сотни, тысячи астероидов. И даже несмотря на их сравнительно небольшие размеры, они могут представлять значительную опасность. Потому что вероятность столкновения с ними достаточно велика, а последствия непрогнозируемы. Российские учёные точно могут ответить на вопрос, какие именно астероиды представляют для нашей планеты угрозу. Ну вот они называются потенциально опасными для Земли. А их сейчас открыто около семи тысяч. Потенциально опасно для Земли. И продолжают открывать. Учёными детально просчитана и ситуация, которая может сложиться в случае падения на Землю такого потенциально опасного астероида. Если он рухнет на безлюдную часть планеты, особого ущерба мы не почувствуем. Но если взрывная волна зацепит хотя бы одну часть техногенной инфраструктуры, планете и человечеству будет очень непросто. В этом случае происходит выброс огромного количества пыли, пепла, пожары начнутся, цунами, землетрясения. Начнутся процессы подобные ядерной зиме. Ядерная зима. Так учёные назвали изменение климата после атомной войны. Эффект от падения астероида будет таким же. Тьма и холод окутают Землю. Почву прорежут чёрные и сохшие трещины. Воздух превратится в ядовитую пелену. Учёные подсчитали, что в этом случае солнечные лучи не смогут проникнуть сквозь неё, и температура упадёт до минус 50. Всё живое может погибнуть от переохлаждения, голода и эпидемий. Предполагается, что в этом случае людям всё-таки удастся выжить. Однако известно, что астероиды могут при определённом стечении обстоятельств уничтожать целые миры. Аппараты составили подробную карту Марса. Его поверхность являет нам явные следы космической катастрофы. Чудовищный шрам и свилистая борозда длиной в тысячи километров. Это долина Маринера. Её глубина 11 километров, а ширина около 200. Ещё бы немного, и планета треснула пополам. Уникальная загадка Марса. Всё северное полушарие на 3 километра ниже по высоте, чем южное, а линия раздела проходит почти ровно по экватору. Такое впечатление, что вот то, что мы сейчас имеем на Марсе, произошло именно таким образом, что с него как бы с северного полушария содрали скальп, потому что оно напоминает вот такое, что вот что-то было снято, и котлован заполнился лавой. На одной его стороне три самых больших в Солнечной системе кратера – Эллада, Исида и Аргир. Это следы от падений гигантских астероидов, которые, возможно, одновременно вонзились в кору и пробили мантию планеты Марс. Какие-то тела, которые, вероятно, создали кратеры – Эллада, Эргиры, Исида – врезались и столкнулись с поверхностью Марса. В результате этого удара поверхность Марса была охвачена чудовищными поселениями, землетрясениями. Происходили расколы земной коры, которые охватили практически всю поверхность Марса, и даже образовывались рифтовые долины, такие как огромная долина Маринер. Что удивительно, удар пробил планету насквозь. Можно представить, какой он был силой. Да так, что на обратной стороне Марса возникли три огромных вулкана. Тогда же образовалась и долина Маринера. Этого было достаточно, чтобы уничтожить любые формы жизни на планете. Крупный астероид несколько миллионов лет назад полностью содрал кору из Меркурия, который, скорее всего, был обитаем. А Венера из-за столкновения с неизвестным телом и вовсе до сих пор вращается в обратном направлении. Уран сменил ось вращения на 90 градусов и будто бы лег набок после пролета мимо него гигантского космического снаряда. Можно представить, какой силой космический ураган однажды прошелся по нашей Солнечной системе, что сумел уничтожить жизнь на большинстве планет. И только наша Земля, как ни странно, избежала такой печальной участи. Почему? Кто хранит нашу планету? Невероятно, но жизнью и здоровьем мы, как ни странно, обязаны далекому и могущественному Юпитеру. По мнению ученых, этот газовый гигант благодаря своему мощному гравитационному полю притягивает большинство блуждающих комет и астероидов, которые должны бы упасть на нашу планету. Правда, не все. Некоторые метеориты-убийцы могут заходить в Солнечную систему, что называется, с тыла, с той стороны, где Юпитер слеп. Именно это и произошло 14 февраля, когда Юпитер проспал астероид весом в 10 тысяч тонн и не смог защитить Челябинск. Но откуда взялся этот астероид, перехитривший самого Юпитера? Известно, что Солнце вместе с нашими планетами движется по спирали вокруг центра Вселенной. Этот путь немыслимо долг, и никто не знает, что ждет нас в глубинах космоса. Ученые предполагают, что Солнечная система может проходить через участки астероидных облаков. Вот они-то и могут атаковать нашу планету. Однако угроза для Земли может прийти не только из чужих галактик. Внутри нашей Солнечной системы своих астероидов великое множество. Это трудно представить, но ежегодно на земную поверхность падает 100 тонн межпланетного вещества. В основном это мелкие метеориты, часть которых сгорают в атмосфере. Большую опасность представляют астероиды и кометы. Они состоят из камней или металла и достигают сотен километров в диаметре. У нас в Солнечной системе есть два пояса. Есть астероидный пояс между Марсом и Юпитером. И есть пояс Койпера, который идет за Ураном. Там тоже интереснейший пояс, но пояс представляет собой гантельную систему. Немецкий астрофизик Илла Брандт фон Людвигер 40 лет занимается изучением упавших на нашу планету метеоритов. Согласно его гипотезе, некоторые небесные гости могут оказаться вовсе не тем, чем их принято считать. Вот что он нам рассказал о событии, которое было зафиксировано в Швеции 11 ноября 1956 года. Образец, который подобрали очевидцы, изначально имел очень необычную форму. Он не был похож ни на метеорит, ни на любой другой предмет, предназначенный для известных нам целей. В этот день двое рабочих, Стив Эгберг и Гарри Сьеберг, везли стройматериал на небольшом грузовичке-пикапе. Они оба находились в кабине, когда увидели на фоне вечернего неба яркий летащий объект в форме сплюшнутого шара. По их оценкам, он был примерно 8 метров шириной, 3 метра высотой и летел перед ними на высоте 100 метров. Внезапно объект сделал резкий поворот в сторону очевидцев. Двигатель машины заглох и фары погасли. Объект начал снижаться, пока не завис над дорогой на высоте метра. По словам очевидцев, он освещал все вокруг невероятным светом. В воздухе пахло озоном и тлеющей изоляцией. Примерно 10 минут спустя объект взмыл в небо, Стив Эгберг смог завести мотор. На месте зависания объекта очевидцы нашли блестящий горячий кусочек металла. Он был очень тяжелым, хотя размером вряд ли превышал спичечный коробок. Этот образец неоднократно исследовался в нескольких европейских лабораториях. Он состоял из карбида вольфрама и кабальта, невероятно хорошего качества. Хотя, надо признать, этот сплав не был чем-то необычным для 50-х годов. И теоретически мог быть произведен в любой промышленно развитой стране мира. Известен еще один подобный случай, подавивший ученым для исследования загадочные образцы. 29 января 1986 года жители города Дальнегорска заметили в небе огромный огненный шар. Он пролетел через весь город прямо над головами испуганных людей и врезался в землю. Над домом, вот в сторону сопки, летел шар красный, параллельно земле, не быстро летел. Долетел до скалы, вот на той сопке, подпрыгнул несколько раз и прыгал как мячик, не сильно быстро так подпрыгивал. И потом там все загорелось. Сопка взорвалась. Зарево тоже было странным. Голубое сияние держалось около полутора часов. Геолог Валерий Двужильный сначала подумал, что в сопку упал метеорит. Однако на высоте 611 явно произошло нечто другое. Не было кратера от падения небесного тела. А в скале осталась оплавленная дыра в полтора кубометра. Снег отсутствовал, то есть снег мгновенно испарился, то есть высокие температуры были. И вот это копоть и запах чего-то такого химического, как, знаете, вот что-то сравнить между сжженной резиной и запахом депса. И самого шара на высоте 611 не было. Вокруг лишь валялись странные металлические обломки. Валерий Двужильный собрал их для исследований. Он был уверен, что произошло неудачное испытание военного аппарата. Но эту версию вскоре пришлось отбросить. Искать шар прилетела флотилия странных аппаратов. Ее зафиксировали военные и пограничники. Они шли без позывных, без отзывов. И шли массово, шли группы. В ночное время, по всем показаниям, полетов в то время не было. В тот день и обычно на ночное время на такой высоте наши аппараты просто не летают. Это была целая эскадра из 36 объектов самых разнообразных форм. Главный корабль имел форму цилиндра и размер с пятиэтажный дом. Имелись огромные конусы, шары и тарелки с иллюминаторами. Все они шарили голубыми лучами по городу, будто что-то искали. Люди, случайно попавшие в эти лучи, теряли сознание. Жители города были в панике. Объекты прочесывали Дальнегорск четыре часа подряд. Как, допустим, объект, который зависал на высоте 611. И по описаниям очевидцев, как будто бы дожигал что-то, лежащее на земле. То есть лучи, исходящие из корпуса этого объекта, из этой тарелки, они, касаясь земли, вызывали вспышки. То есть, повисев некоторое время, обработав поверхность, обработав место падения, этот аппарат ушел. Владимиру Зореву было поручено расследование инцидента по линии КГБ. Делом особой важности интересовались на самом верху. Все данные отправлялись сразу в Москву. В итоге спецслужбы пришли к шокирующему выводу. Потерпевшие грушения автоматический зонд и прилетевшие корабли не принадлежат ни одной из стран мира. Одна из научно-исследовательских работ, которая была в 1989 году проведена в Военно-воздушной академии имени Гагарина, в качестве одной из задач, ставила в разработку методик по определению принадлежности летательных аппаратов, неопознанных летающих объектов НЛО, к позитивным или негативным цивилизациям. К цивилизациям темным или светлым. Конструктивно ли по отношению к человечеству относится эта цивилизация или деструктивно настроена? Валерий Двужильный изучил обломки странного шара. Они сделаны из молибдена. Однако такой молибден изготовить пока невозможно. По микрозондовым анализам, это сверхчистый молибден. В земных условиях сверхчистый молибден не является конструкционным материалом и не используется нигде, кроме как добавок. А вот это наш советский молибден, кусочек нашего советского молибдена. Вот мы попытаемся сейчас выяснить, притягивается ли он магнитом. Нет, конечно. А вот этот инопланетный кусочек обшивки, вот посмотрите, что с ним делается. Видите? А металлокерамический сплав, который нашли шведские рабочие в 1956-м, называется «Победит». Впервые он был разработан в СССР в 1929-м году. Но как и почему победитовая деталь отвалилась от сияющего шара? Что это было? Кусок неизвестной ранее победитовой планеты? А может быть результат космической бомбардировки – разведывательный снаряд неизвестной инопланетной цивилизации? Ученые до сих пор спорят о происхождении этого космического тела. Стоит отметить, что жители Швеции в 1956-м году увидели ровно то, чему совсем недавно стали свидетелями жители Челябинска. Яркая вспышка, оглушительный взрыв, ударная волна и небесный огонь, спустившийся с небес. К счастью, оба случая не нанесли нашей планете ощутимого ущерба. Что может угрожать Земле в ближайшем будущем и откуда дует смертельный космический ветер? Как минимум, одна реальная опасность уже на горизонте. К Земле несется гигантский астероид Апофис. Его диаметр составляет 300 метров, а масса – более миллиона тонн. Это в сто раз больше, чем Челябинский болид. Названная в честь египетского бога мрак и ужаса карликовая планета Апофис грозит врезаться в Землю со скоростью 45 тысяч километров в час. В пятницу, 13 апреля 2029 года он пройдет очень близко от Земли. И вот что произойдет дальше, мы знаем, что пролетит мимо. То есть на точность наших вычислений такова, что мы точно знаем, что пролетит мимо в 2029 году. Но не можем точно предсказать изменение его орбиты. А это значит, что ученые не могут сказать точно, каковы будут последствия такого сближения. Апофис может всего лишь черпнуть по околоземному пространству и засыпать нашу планету искрами Вселенной. Но если Апофис попадет в гравитационную ловушку Земли, то через 7 лет он может снова встретиться с нашей планетой. И тогда последствия будут действительно ужасны. Якобы в 1936 году он уже ударит по Земле. Это опасно, потому что он намного больше Тунгусского материта. Единственное, что мы, конечно, не можем сейчас с такой точностью мерить. Поэтому и 1929 год все-таки предсказывается не очень точно. Год-то предсказывается точно, а вот как он пройдет от Земли. А 1936 тем более не точно, потому что там повлияет еще притяжение Земли в 1929 году. Так что, в принципе, эта опасность есть. Она может уничтожить человечество так же, как уничтожила динозавров. Не слишком оптимистичный прогноз. Но, увы, достаточно реальный. Предполагаемое место падения Апофиса – полоса в 50 километров шириной. Она может коснуться края России, захватит Тихий океан, пройдет через Центральную Америку и закончится в Атлантике. 50 городов могут оказаться под ударом. Если Апофис упадет в океан, то образуется гигантская воронка примерно 8 километров в диаметре. В итоге на побережье Флориды и Калифорнии обрушатся 20-ти метровые волны цунами. Но если астероид упадет не в океан, а в район действующего вулкана или литосферный разрез, то события будут еще более драматичнее. Падение тела такого размера безболезненно пройти не может. Даже для людей, живущих очень далеко. Ну, во-первых, образуется очень сильная волна цунами. Вот при падении тел такого размера цунами будет очень... Волна будет очень сильная, она бежит несколько раз вокруг Земли, и вот практически все побережья пострадают. Будет выброшено в атмосферу очень много воды. Это приведет к изменению атмосферной химии. Это может вызвать сильные климатические сдвиги. Вот уже несколько лет по заказу глав ряда государств ученые разрабатывают способы, как не допустить столкновения гигантского астероида с нашей планетой и уберечь человечество от вероятной гибели. Сегодня астрономы несут круглосуточное дежурство, фиксируя малейшие изменения в движении космического убийцы. Есть даже план послать к апофису ракеты с ядерным зарядом. Взрыв может уничтожить опасный астероид или столкнуть его с орбиты. По второму варианту к апофису планируется отправить космический корабль «Камикадзе», который выйдет на орбиту астероида и, пристроившись ему в хвост, утянет его за собой подальше от Земли. Ну, а третьего варианта и вовсе захватывает дух. Теоретически, возможно, на астероиде установить гигантский солнечный парус. И таким образом, превратив апофис в космическую бригантину, отправить ее бороздить просторы Вселенной. Есть еще один экзотический проект. Просто покрасить астероид специальной краской с одной стороны. Краска толщиной всего в миллиметр по всей территории карликовой планеты изменит ее массу и уведет пришельца на миллионы километров. И все было бы хорошо, если бы кроме астероида апофис у нашей Земли не было бы других проблем. Увы, по мнению ученых, нам могут угрожать десятки космических тел, о которых наука пока даже и не подозревает. Мы знаем о том, что все-таки опасность для Земли существует, она есть, она будет всегда. Если завтра что-то будет, то фактически пока мы бессощитны. Но, слава богу, кроме одного астероида, а именно апофиса, мы не знаем других опасных для Земли на ближайшие, там, ну, несколько десятков лет. Они могут появиться, это уж точно, они могут появиться. Пока мы их не видим, не знаем, не вычислили. А что касается апофиса, то это отдельная задача. Надо сказать, что руководители ведущих государств мира в полной мере осознают опасность, грозящую из космоса. Однако, забыв земные распри, объединиться перед космической угрозой пока наш мир не может. Для глобальной защиты планеты необходимо три компонента. Наземная система слежения. Она есть только у США и России, но, увы, совсем для других целей. Надо понимать, что сегодня эти средства оптимизированы на совершенно другие задачи, на задачи военного применения. И для того, чтобы их перенастроить на решение задач как раз обнаружения космических тел в дальнем космосе, конечно, нужны определенные доработки. Для защиты от космической угрозы также необходима база беспилотных аппаратов-разведчиков и космических перехватчиков. Ее можно создать лишь при усилии всего мирового сообщества. И третье. Система отражения космической атаки средствами уже существующей противоракетной обороны. С этим может справиться любая страна. Если, конечно, успеет. Можно предложить использовать как средства системы предупреждения о ракетном нападении, которые имеются у России, так и средства предупреждения о ракетно-ядерном ударе, которые имеются у Соединенных Штатов Америки. Ну и, конечно, к этой программе, если будут присоединяться европейские страны и Китай, то они могут предложить, наверное, свои средства для решения общей задачи. Впрочем, апофис не единственная угроза, которую сегодня заботит ученых. Правда, установить источник этой космической угрозы можно только, когда ученые смогут ответить на вопрос, как на Земле зародилась жизнь. Долгое время в науке безраздельно господствовала теория абиогенеза. По ней химические вещества однажды сами собой случайно сложились в молекулу жизни. История достаточно правдоподобная, если бы не одно «но». До сих пор никому в лаборатории не удалось повторить этот, в общем-то, простой опыт. Смешивая различные химические элементы, даже при самых благоприятных лабораторных условиях, еще ни разу не дали соединения, хотя бы отдаленно напоминающих жизнь. Тем более непонятно, как возник сложнейший генетический код всего живого на планете. Если мы отвергаем, а, кстати говоря, вынуждены отвергать теорию Дарвина о происхождении видов, как совершенно необоснованную, то другого ничего не остается, как только рассмотреть вопрос об убыстренной, как бы, эволюции, которая не могла быть естественным, таким случайным путем осуществлена. Именно поэтому в научном мире все больше склоняется к теории панспермии. Ее смысл заключается в том, что семена жизни в виде аминокислот или даже простейших грибов и бактерий принесли упавшие на Землю метеориты. Именно тогда на нашей безлюдной планете и зародилась жизнь. Теория есть космическая, что, значит, вирусы попали из космоса. Когда хвост планеты задевал Землю, то, значит, с этим хвостом были принесены вирусы. Известный английский биофизик Фрэнсис Крик и американский биохимик Лесли Оргел пошли дальше. В 1973 году они опубликовали сенсационную гипотезу. Ученые утверждали, что жизнь на Земле – дело рук внеземной цивилизации с помощью космического аппарата, пославшей на Землю семена жизни. Главные аргументы Крика и Оргела – присутствие во всех живых организмах Земли редкого для ее недр металломалибдена, а также единый генетический код, что якобы доказывает происхождение жизни от одного единственного микроорганизма. К гипотезе известных ученых научный мир отнесся крайне осторожно, но и опровергнуть эту теорию никто не смог. Она была высказана когда-то Криком, это один из лауретов Нобелевской премии за генетическую спираль, и американским химиком Оргелом. Крик и Оргел написали статью, которая называлась «Посев из космоса». И они говорили о том, что 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. Что она была заражена жизнью, видимо, какими-то непонятными, но разумными существами. В это трудно поверить, но Нобелевские лауреаты не только нашли доказательства внеземного происхождения жизни, ученые указали место, где нужно искать нашу прародину. Эти разумные существа, скорее всего, прилетели из центра нашей галактики, где находятся молебденовые звезды, и что вокруг молебденовых звезд существует плантация жизни. Они основывали свои выводы, прежде всего, на тех химических компонентах, которые присутствуют в генетическом аппарате человека, и которые не очень свойственны, скажем, для Земли. Действительно, содержание молебдена в земной коре менее двух сотых процента. Концентрация, похожая по химическим свойствам других редких металлов, к примеру, хрома или никеля, в сотни раз больше. Но в отличие от молебдена, ни хром, ни никель почти не принимают участие в строительстве живых организмов. Другое дело редчайший молебден. Он просто необходим для жизни человека. Итак, наша Солнечная система бедна молебденом. Но в космосе, в других галактиках, его подозрительно много. Астрономы считают, что наиболее богаты этим элементом космические объекты, которые называются красными гигантами. Как ни странно, это звезды-старички, то есть у них уже все в прошлом. Внутри него находится как бы очень маленькая ядрышка, которая очень сильно излучает и расталкивает внешние слои наружу. Вот эта маленькая центральная ядрышка, она переживает последние этапы своей звездной эволюции. То есть через несколько минут лет она уже утратит все свое ядерное топливо и сожмется в черную дыру. Согласно гипотезе нобелевских лауреатов, эти звездные старички перед тем, как уйти на вечный покой, свернувшись в черные дырочки, засеяли просторы космоса семенами собственной жизни. Вот они-то и принесли на нашу планету жизнь. И кто знает, может быть, Челябинский метеорит занес нам очередную порцию неизвестных науке живых существ. Биологи теперь полагают, что если космические микроорганизмы действительно прилетели на Землю с Челябинским метеоритом, то, скорее всего, они будут вынуждены мутировать и искать новую среду обитания, которой, как считают некоторые, может оказаться и сам человек. Вирусы попадают на поверхность Земли вместе с метеоритами либо хвостовыми остатками комет. Долгое время считалось, что метеориты – это мертвые каменные глыбы, но только до тех пор, пока однажды, исследуя один из таких космических артефактов, ученые не обнаружили на нем следы неизвестных науке бактерий. Это открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы, потому что, во-первых, получается, на других планетах существует жизнь, а во-вторых, эти новые формы жизни могут попадать на нашу планету. Так что вполне возможно, на болиде, который осыпал Челябинск огненным дождем, к нам в очередной раз прилетела новая неизвестная форма жизни в виде бактерий или вирусов, которые найдут среди нас весьма благоприятную среду обитания. Вирус очень хитроуден, в кавычках, и, так сказать, он очень вариабельен. И одни больше, другие меньше, но все они достаточно вариабельны. И, конечно, от них еще можно ждать сюрпризы. Есть даже версия, что смертельной инфекцией ВИЧ атипичная пневмония и птичий гриб имеют космическое происхождение, а гриб испанки был, возможно, занесен тунгусским метеоритом. Бактерии обладают коллективным разумом. Он контролирует их поведение, численность, это установлено. Он даже может давать какие-то команды. Понимаете, это совершенно другая форма жизни. Мы совершенно не застрахованы от угрозы распространения в нас инопланетных бактерий. Она есть. Мы просто предпочитаем об этом не думать. Если, допустим, космический вирус задумает поселиться в наших телах, мы даже этого не заметим. И тому есть как минимум один исторический пример. Весной 1906 года жители Тобольской губернии услышали, как содрогнулась земля. Еще неделю после того по ночам небо светилось розовым туманом. К утру он опускался на землю. Домашняя скотина, которая попадала в туман, спустя сутки околевала. А потом в губернские больницы стали поставлять первых заболевших крестьян. Симптомы были странные. Нарывы на коже лица и рук, судороги, высокая температура и слабость. Спустя короткое время это приобрело характер эпидемии. Недицина в начале 20 века не могла ответить на вопрос о происхождении этого неизвестного вируса. Если сопоставить факт падения метеорита, судя по всему, который имел место, то неземные бактерии могли распространиться. Эпидемию удалось локализовать, и все заболевшие выздоровели. Однако некоторые ученые считают, что инопланетные бактерии просто прижились в человеческом организме. Еще одна странная история произошла полвека назад в Зыковском районе Красноярского края. Несколько ночей подряд над правым берегом Енисея висел огромный дискообразный объект. Местные жители заметили, что вода под ним буквально бурлила, там скапливалось много рыбы. Хитрые рыбаки вставали под диском и получали неслыханный улов. Однако все, кто ел эту рыбу, начинали исходить кровью и терять сознание. Там тоже в анализах не было найдено ничего особенного. Конечно, лов изъяли, людей вылечили, несколько человек, по-моему, даже вывели из комы. Но все это замалчивалось. Но, правда, события стали приобретать характер экологической катастрофы. Тонны дохлой рыбы плыли по реке. Но все это объяснили секретными испытаниями. Однако есть еще более страшные факты и наблюдения ученых, которые доказывают, вирусу не обязательно распространяться физически, чтобы заразить окружающую среду. Кандидат технических наук Геннадий Заднепровский всерьез рассматривает теорию фантомных вирусов. Исследователь уверен, что на Землю из космоса могут попадать информационные копии различных вирусов. Он утверждает, информацию о вирусной системе можно передавать дистанционно. Вирус является простейшей системой. Это ДНК или РНК. Это две важнейшие нуклеиновые кислоты, заключенные в одинарную или двойную оболочку. И передать, создать информационную копию такой простейшей системы и передать ее на любые расстояния практически не представляет какой-либо сложности. Таким образом, мы можем прийти к такому заключению, что на Землю в огромных количествах могут попадать информационные копии различных вирусов, в том числе и вирусов, которые не имеют земного происхождения. Заднепровский долгое время занимался анализом экспериментов, которые провел французский вирусолог Люк Монтанье. В конце двухтысячных Монтанье удалось открыть механизм воспроизводства ДНК. По его мнению, ДНК рождается с помощью квантовой телепортации, мгновенного переноса из одной точки пространства в другую, удаленную на большее расстояние. Монтанье получил подтверждение этому в одном из своих экспериментов. Вирусолог взял две совершенно одинаковые пробирки. В одну из них поместил фрагмент ДНК, а в другую залил чистую воду. Затем генерировалось низкочастотное электромагнитное поле. После воздействия в течение порядка 18 часов была проведена в обеих пробирках полимеразная полимеразная цепная реакция. То есть в обе пробирки были внесены специальные ферменты, энзимы, которые позволяют выяснить наличие биологического материала и четко будем так говорить обрисовать наличие вот этого биологического материала. Надо сказать, что эксперимент дал удивительные результаты. Во второй пробирке, где была чистая вода, вскоре сформировался фрагмент ДНК, точно такой же, какой был и в первой. Это означает, что малопонятным пока методом телепортации может создаваться новая фантомная копия любого микроорганизма. Так вот, некоторые ученые считают, что такие информационные фантомы ежедневно спускаются на Землю из космоса, дополняя многообразие жизни на нашей планете. И вот эти информационные копии, попадая в благоприятные условия, скажем, внутрь живой клетки, они начинают из информационной копии, они начинают формироваться в самые настоящие вирусы со всеми вытекающими последствиями. Каким может быть оружие будущего? Среди термоядерных бомб, нейтронных пушек и лазерных бластеров самыми эффективными окажутся гигантские небесные камни, убивающие сразу всю планету. Похоже, древние боги не преуменьшали астероидную опасность и оставили людям завет. Его обнаружил доктор технических наук Александр Лазарев, изучая наследие древних. Профессор утверждает, что в пропорциях египетских пирамид записан сценарий будущего конца света и произойдет он именно от удара астероида о землю. Эта идея пришла к нему после расшифровки древних текстов. Александр Лазарев известен своими работами по толкованию Библии и стихов пророка Ностердамуса. Его 1102 Глава Катрена посвящены главным образом вот этому событию предстоящей реконструкции Земли. И он описывает то, как это произойдет. Сначала основывается он на Библии. И в Библии, если внимательно ее просчете, есть такая книга «Апокалипсис», есть 18-я глава, 21-й стих, в котором говорится об ангеле, который придет на землю и бросит на нее камень. Нострадамус взял за основу этот отрывок и расшифровал его в сотнях Катренов. То есть сотни Катренов посвятил одному событию, которое уже ожидается во второй половине 21-го века. По мнению профессора, древние посвящения таким образом предупредили нас, своих потомков, о периодическом испытании, которое подстерегает Землю. В прошлый раз, по версии Лазарева, так погибла Атлантида. Но могущественные жрецы предвидели катастрофу и спаслись, передав предупреждение о грядущих бедствиях. И все эти знания воплощены в трехмерной каменной модели пирамид и древних храмов. Есть еще одно странное наблюдение. Ни одна цивилизация нашей планеты не просуществовала дольше 6-8 тысяч лет. И всегда причиной ее гибели была природная катастрофа. Что это? Фатальная неизбежность, неизвестный закон, не дающий человечеству достичь высот? Или же кто-то, переставляя фигурки на шахматном поле Земли, стряхивает доску каждый раз, когда человек вырывается в космос? Выходит, Челябинский метеорит, который в феврале 2013 года огненным смерчем ворвался в нашу жизнь еще одно предупреждение. Наша планета в опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok